Итак, сегодня у нас 11 февраля 2014 года. Мы с вами, как всегда, собираемся во вторник в 19.00 на мастер-класс по обломному анализу. Зовут меня Виталий. Я алкоголик, не шучу, профессиональный трейдер, финансовый консультант. И, как здесь все красиво написано, как каждый рассказывает, когда встают там где-нибудь, где алкоголики. Как ваши дела, как настроение? Хотел спросить, как в прошлой неделе, скажите, минус, плюс. Плюс, минус, минус. Виталий, что-то вроде там объемы, все дела, там, кластерный анализ, нет? Не помогает? Те, кто торгал по моим рекомендациям на прошлой неделе, должны быть все в плюсах и в худшем, даже в самом классном случае, около нуля, около нуля, и должно быть все вообще нормально. Вот. Хотел еще узнать, какие здесь города сегодня представлены, есть ли кто-то из Нижнего Новгорода. Если есть, то напишите. И вообще, какие города будут очень полезны и приятно узнать. Иркутский спид. Чебоксара. Тамара, заходите уже к нам в офис, я не знаю, были ли вы или нет. Италия, Карелия, ну Италия неплохо, конечно. Беларусь, Новороссийская, Алматы. Из Нижнего никого нету? Никто не дошел сегодня до вебинара? Самара. Какие все замечательные города. Хорошо, давайте начинать, в принципе, потому что времени немного, минут сорок буквально. Постараюсь быть кратким. Пока можете писать, да еще города какие будут, интересно потом узнать. Итак, кто в курсе, серия еженедельных бесплатных мастер-классов, мы узнаем на них, куда с большей вероятностью пойдет рынок. Пытаюсь дать какие-то рекомендации, мысли, чтобы люди не теряли деньги, чтобы люди торговали по трамбу. Здесь мы на этом мастер-классе обязательно смотрим и выбираем правильные торговые инструменты на текущую неделю, то есть какие лучше торговать, куда лучше не лезть, потому что там вход какой-то безумный, набор позиций, там просто любые стоп-классы будут жестко выносить. Также будем учиться торговая чувство рынок, точно определять области объемных поддержек и сопротивлений в этом нам помогут определенные скрипты, которые таскают информацию с биржей семьи в Чикаго, не просто ваши там непонятные тиковые объемы, которые ничего не показывают, а настоящие объемы с фьючерсов в Америке. Также правильно анализировать вертикальные объемы, будем стараться смотреть как стоп-лоссы, устанавливать куда лучше и вероятные цели по прибыли. И если все это у нас получится, то наши эмоции они под контролем и никаких вопросов не будет. Смотрите, что я хотел сказать. Хотел сказать, если кто-то думал, что здесь услышит теоретическую часть на полтора часа про объемный анализ, то вы туда зашли, потому что здесь у нас еженедельный мастер-класс. Мастер-класс подразумевает не какую-то пустую болтанью, а то, что мы конкретно на графике смотрим и обсуждаем текущую ситуацию, может быть даже делаем сделочки в прямом эфире, либо по крайней мере обсуждаем на будущее сделки. Так что сразу у вас говорю, не надо мне задать вопросы, а где надчасти, где вся теория. Хотел начать со слов Оскара Вайлда. Я не могу управлять направлением ветра, но всегда могу так поставить паруса, чтобы достичь своей цели. Как не к другой области, наверное, это относится к трейдингу, потому что все новички, все люди, которые не понимают, что парусы ходят на рынке, они пытаются не подстраивать свои паруса, а начать управлять ветром. То есть им кто-то рассказал, что их волшебный индикатор за 5 копеек или вообще бесплатно нашли, что он будет показывать, куда рынок в будущем пойдет, и они наиболее это делают. Но на самом деле никаких волшебных гралей нет, и надо просто торговать по тренду, стараться, чтобы у нас получалось с минимальным риском заходить, и мы просто сопровождали тренд. Все деньги, они в тренде. Давайте начнем с чего? С того, что у нас на текущей неделе, какие экономические новости. Сегодня вторник, в принципе, никаких особых новостей нет. Скажу сразу, неделя практически без новостной, самые большие новости это будут завтра в среду, по московскому времени у нас отчетбанка Англии об инфляции, пол третьего в 14.30 по Москве, надо быть аккуратнее с фунтом, потому что он может вылететь в одну из сторон на 100 пунктов совершенно легко, против тренда и против всего. И в 19.30 выступление главы ЕЦБ на ледраге, как всегда может быть какой-то вертолет, какие-то неадекватные движения в разные стороны, по евро, по доллару, да, то есть будьте внимательны. Что касается четверга, четверг особо никаких новостей таких слишком сильных нет, розничные продажи в 17.30 по США ждут снижения процента до 0,7%, а ждают 0,1%. Как это на рынок повлияет, надо смотреть, но я думаю особо какого-то движения не будет. Далее разные средние паршивости новости по Америке. И в пятницу, в пятницу у нас новости по Китаю с самого утра, индекс потребительских цен, но я думаю он слишком сильно не скажется. И остальные вечерние дневные новости абсолютно никому не нужны, спокойные новости, поэтому я думаю рынок будет отыгрывать предыдущие новости и также как раз объемные уровни. Хорошо. Давайте продолжать. Сейчас мы с вами подключим уже непосредственно мета-трейдер, то есть лирика закончилась. Прошу также сразу уважать, да, там, и не задавать какие-то непонятные вопросы, потому что будут сразу банить здесь всех, кто там хочет что-то там, ну, разнообразить свой вечер, да, какими-то там грубостями. И что еще хотел спросить, сказать, все вопросы, все вопросы, поставьтесь на последние 10 минут вебинара, то есть за 19.30, где-то мы будем уже приступать к вопросам, можете их оставить пока, там, потерпеть 22 минуты, и потом мы с вами, конечно же, к ним вернемся. Соответственно, видите уже мета-трейдер, нет? Если видите, поставьте плюсики, пожалуйста. Отлично, все видят мета-трейдер. Итак, начнем с евро-доллара. Евро-доллар, кто знает, я всегда говорю, я абсолютно не торгую и вам не советую, но так как 99% тех, кто находится и сейчас на этом вебинаре и вообще всех трейдеров торгуют эту непонятную валютную пару, и ее приходится анализировать также, потому что всегда есть вопросы и, конечно, от ее движения очень многое зависит. Здесь у нас с вами представлен профиль объема по контракту, вообще по евро, мартовскому контракту. Мы с вами видим самые серьезные уровни поддержки и сопротивления объемные. Соответственно, ближайшая у нас поддержка находится на уровне 35, ну 36 ровно, да, не будем там выдумывать. 1.36 ровно и 36.15. Вот эта область. Ценовая объемная здесь именно вторая позначимость, ну такие вообще по контракту ценовой уровень. Также сейчас цена упорвалась в ядро контракта, самый серьезный уровень по контракту, он у нас находится на 1.36.65 и 1.36.85 примерно, то есть 20 пунктов у него разбег. По этим ценам маркетмейкер вторгается очень сильно, и здесь это был первый такой серьезный ценовый ориентир, и как мы видим, цена пришла к этому уровню, и сейчас от него благополучно отскакивает. Кто был на прошлом нашем мастер-классе, что-то такое вырубается, сейчас, секунду, увидел, что пропаил. Кто был на прошлом, поставьте, кстати, там просики, кто был на прошлом, я сейчас сделаю метатредер, вернем что-то он вылетает, сегодня вебинар не очень как-то грамотно работает. Кто был на прошлом вебинаре, не даст мне соврать, что я рисовал вот такую картинку, вот такие два сценария движения евро-голлара, и говорил, что вероятно всего будет расклад какой-то, что маркетмейкер соберет позиции за счет того, что уйдет под уровень, здесь будет какая-то консолидация, будет вынос стопов, так в принципе произошло, мы видим с вами, что картинка в принципе достаточно похожа, да, вот что здесь идет консолидация, идет вынос стопов, и цена уходит выше, я ожидал цену минимум, да, на 1.36-1.36.15, тот же объемный уровень, который я сейчас говорю, выступает поддержкой ближайшей, достаточно серьезной, вот, цена сюда пришла, здесь опять же была в этом уровне, вы видите, был первый отскок, то есть сразу цена его не преодолела, потом нашла поддержку промежуточную, и здесь уже маркетмейкер набрал позицию, то есть мы с вами видим, вот здесь уже вертикальные, вертикальные объемы вылетали максимально именно по лоу, лоу этого движения, да, то есть здесь маркетмейкер загружал позиции, здесь вот тоже максимальный объем и идет прострел наверх, и соответственно сейчас тоже происходит очень сильный объем, по крайней мере максимальный за сегодня, как всегда американцы исполняют, и поэтому тут не может быть в принципе никакого, вот на данном этапе не может быть никакого падения, здесь маркетмейкер закрыл часть позиции, и никуда, кроме как наверх, для ретеста опять этой области цена не может пойти, вот, многие новички сейчас уже начали в шорт заходить, здесь продавать, ставить стопы какой-то дурацкий, если бы по 15-20 пунктов за ближайшую свечу, их соответственно выносят, и цена возвращается, продолжает движение по тренду, вот, поэтому, абсолютно точно сбылся этот прогноз, я не беру слова прогноз, я просто скорее даже, ну, просто мнение свое высказываю с большей вероятностью, никогда оно там не стопроцентное, даже может быть не 80%, но где-то 60%, на 40%, 70%, на 30% вероятности часто бывают, поэтому здесь прогноз был отработан очень хорошо, что я могу сказать сейчас, то есть никаких продаж здесь нет абсолютно, все продажи будут ниже этого фиолетового уровня 1.36, то есть у кого чешутся руки продать, положите их под попу аккуратно и на них сядьте, потому что здесь, как бы, никаких продаж ловит меч просто не стоит ниже уровня 1.36.15, 1.36 ровно, если будет пробитие этого уровня, коррекция, ретест этого уровня с другой стороны, то здесь можно продать и аккуратно поставить стоп, там, 25-30 пунктов за этот уровень, никаких других моделей здесь для продажи быть не может, не с этих уровней продавать. Что касается покупки, самые нетерпеливые могут купить сейчас, но я такие покупки абсолютно неприемны, потому что, во-первых, у нас и стоп будет, порядка 45 пунктов, это достаточно большое для внутренней торговли по евро, поэтому здесь один валент и один совет, это мы ждем пробития уровня 1.36.65, 1.36.85, то есть ждем какого-то пробития, потом ждем коррекции обязательно, потому что, ну, вероятность коррекции колоссально высока, потому что это объем по контракту, по всему евро Е6. Вот, если будет пробитие, коррекция к этому уровню, то ничего другого, валютной паре вместе с нам не остается, как уходить наверх и тестировать ближайший уровень сопротивления, который у нас уже находится на 1.37.50, 1.37.75, вот почти 25 пунктов, где ближайший уровень, то есть здесь, в принципе, около 100 пунктов, со стопом 30, 1 к 3, коэффициент более-менее неплохой, давайте посмотрим 4-часовой график, да, здесь видите, у нас есть уровень, здесь нам может безусловно пролететь и где-то чуть выше побывать, поэтому, в принципе, 100-150 пунктов у нас есть запас хода, вот, поэтому большая вероятность, если цена пробьет область, область ядра контрактов, за что у нас сегодня вылетает-то терминал, видите, не хотят, раз, чтобы я вам полил граль, чтобы я вам рассказывал, куда рынок пойдет, да, чтобы вы там, приумножили свои инвестиции, вот, поэтому вот такие две картинки, вероятность, я считаю, продолжение евро вверх, как скажете вы мне, потому что этот бинар мы с вами делаем вместе, подскажите, что вы думаете, появилось, все-таки продолжение движения наверх или кто-то уже там засолил и ждет, что упадет рынок, в двух словах просто скажите там, ваше мнение, не стесняйтесь, что вы там все притаялись, однозначно вверх, однозначно вверх, 50 на 50, ну, здесь 50 на 50 такого нет, тут, вероятно, все-таки чаша склоняется больше на покупку, тут других менее быть не может, только при пробыве вот определенного уровня, коллекция к нему может быть продажа, то есть, а так, покупки 100%, ну, не 100%, конечно, но 70% покупок, так, хорошо, давайте двигаться дальше, что у нас дальше, давайте посмотрим доллар-иен, по доллар-иене ситуация чуть хитрее, ситуация чуть хитрее, здесь у нас также ядро контракта находится на уровне 104.25, 104.45 примерно, то есть цена пока ниже этого уровня, у нас идет какой-то такой среднесрочный, нисходящий тренд, вот, что хочется еще сказать, здесь у нас есть пограничный уровень поддержки, либо сопротивления, такой зеркальный, реверсивный на 102.05, 102.15, сейчас цена его пробила и тестирует его с другой стороны, сверху, и здесь мы с вами видим, что вот был мой прогноз на прошлой неделе, потому что, так как я ждал евро наверх, да, соответственно, вероятность доллар-иены падения была чуть выше, но немного не совсем адекватно цена пошла, хотя, видите, да, было тоже пробой наверх, как я, в принципе, и говорил, уход вниз на, там, почти 100 пунктов, но цена не дотянула до этого уровня, здесь ее уже подхватили, начали бить объемом, да, вот сверху, то есть всегда максимальный объем, это объем маркетмейкера, то здесь маркетмейкер начинает закрывать позиции, закрывать позиции и, то есть не открывать их, а закрывать, потому что многие думают, что ага, вот на этой шпильке маркетмейкер купил на все, и поэтому она вылетела, то есть это бред из книжки, который никому не нужен, а на самом деле здесь он закрывает свои селы и также срабатывают стопы, за счет которых он набирает до этого позиции, и цена уходит уже наверх, но здесь очень такое рубленное движение, видите, с такими шпильками вниз, которые выносят стопы, то есть ничего хорошего, на самом деле валютная пара пока не показывает, что касается вероятности, вот где-где, а здесь вероятность, конечно уже близка 50 на 50, но что хочется сказать, как-то неудивительно, так же как евро-доллар идет наверх и доллар-иен на последнее время тоже идет наверх, да, то есть абсолютно инструменты, которые раньше всегда у них была обратная корреляция, идут в одну сторону, как бы нонсенс, но торгуем то, что есть, здесь сейчас я вижу только, опять же, одно движение, здесь идет набор, сейчас, да, мы видим опять максимальный объем, максимальный объем по этой свече и вероятность того, что цена продолжит свое движение, она колоссально высока, поэтому здесь может быть какое-то такое спокойное, причем смотрите, да, такой легкий какой-то вертолет, вынесли в две стороны стопы, которые маленькие, ставили люди, там, за разные уровни, особенно вот эта, да, шпилька, там, почти в 30 пунктов выносит, и, ну, вероятность очень большая, что здесь цена продолжит движение, но, я думаю, среднесрочно какое-то оно будет небольшое, вот, но я вижу вот только вот до ближайшего уровня 102.90-103 ровно, вот, где-то в области от 103 до как раз 102, вот в этих 100 пунктов, скорее всего, цена будет болтаться, то есть, я сложно представить, что будет какой-то мега прорыв наверх, вот, поэтому по доллару и не такая ситуация. Пока я не рекомендую слишком торговать, тем более, если цена, как бы, идет, там, дай бог, 60-70 пунктов, да, а стоп надо все равно где-то 30 ставить, один к двум коэффициент, абсолютно никому, как бы, не нужно. Убавить громкость, но могу убавить. Так лучше? Ну, надеюсь, что сейчас лучше стало, нет, я убавил звук, смотрите, как сам это, прибавьте у себя. Вот, доллар-иена, по доллар-иене все сказал, в принципе, дальше уже по доброй традиции посмотрим австралийский доллар. 4 часа, опять же, открываю, мы с вами видим, что здесь у нас объемный уровень, как уже все догадались, на уровне 0.8890 и примерно 89.15, вот, по этим ценам проходит максимальный объем по мартовскому контракту, по австралийцу, сейчас цена пробила пограничный уровень сопротивления, он стал поддержкой, это 89.55, 89.80, включаем 30 минут, включаем 30 минут, вот вы видите мой прогноз на прошлой неделе, да, что цена пробьет, будет пробой, коррекция к этому уровню, да, объемному, который сейчас выступает поддержкой 88.90, и в принципе так и произошло, был пробой, коррекция к нему в этот уровень, здесь маркет-мейкер опять набирает позицию и уходит цена наверх, то есть я примерно ожидал до этого уровня и даже его пробития, но цена, как мы видим, пришла точно к нижней границе этого объемного уровня и от него идет отскок, то есть кто не верит, можете спросить у тех, кто был на моем прошлом вебинаре, да, и есть запись на канале YouTube, то есть никто вас здесь не обманывает, я тут ничего не подрисовываю абсолютно, то есть это говорит о том, что система и точнее даже не сама система, а просто понимание рынка позволяет с достаточно большой вероятностью следовать движению и, ну, исполнять вот эти сделки, делать какие-то такие легкие прогнозы о том, куда цена обвинется. Соответственно, здесь ничего я вам нового не скажу, австралиец так же, как и евро-доллар и золото, пожалуй, происходит тренд наверх с такими короткими остановками дикими, да, где маркетмейкер набирает позицию, поэтому здесь опять же ничего нового сказать не могу, мы ждем с вами пробой нового хая, да, либо сейчас, в принципе, уже где-то от этих уровней можно купить, я рекомендую всегда так, если у нас, допустим, с вами, я, ну, грубо говоря, говорю, целый лот – это рабочий объем, то здесь я бы рекомендовал на пол-лота, даже можно прямо сейчас купить на пол-лота, поставить стоп за лоу, потому что за уровень, конечно, это будет далековато, поставить стоп за лоу и ждать либо пробоя уже уровня ближайшего 0.90, тем более это, конечно, очень серьезный уровень, 0.9035 и где-то 0.9060, по этим ценам, если будет пробой, опять же, да, движение наверх, пробой, то очень большая вероятность коррекции в этот уровень и уже отсюда движение наверх. То есть сейчас здесь такой рискованный, конечно, бай, вот, поэтому я бы подождал сам отсутствие пробоя, коррекцию к этому уровню и уже отсюда купить со стопом за уровень. Здесь уже стоп будет, там, 30 пунктов и можно спокойно сидеть и торговать наверх. Что касается перспектив движения цены, давайте с вами примерно прикинем, ну, здесь, я думаю, никого не удивлю, если скажу, что уровень находится вот примерно здесь, то есть по цене 91.35, 91.55, вот по этим ценам следующий уровень сопротивления, то есть у нас с вами будет в районе 100 пунктов до следующей цены. Если у нас стоп 30 или менее пунктов, то 1 к 3, 1 к 4 коэффициент, это уже интересный разговор и есть что заработать. Вот, поэтому Австралия смотрится сугубо наверх. Единственный вариант всегда, давайте вот здесь можно рассмотреть, реверсивного движения, что если цена пробивает, закрепляется ниже, в данном случае, фиолетового уровня, не раньше. Ниже фиолетового уровня, то есть идет глубокий откат и пробивает 88.95. Пробой идет, закрепление, да, ничего нового тут вам не нарисую, то есть такая, грубо говоря, трехволновка. И тогда идет уход наверх к следующему фиолетовому уровню, объемному 87.15. 0.87.15. То есть вот такие две картинки. Более вероятность, конечно, первого сценария продолжения тренда. Тренд на то и тренд, чтобы продолжаться, да, и тренд продолжается на ожидании того, что он развернется. Вот, хорошо. Что еще мы с вами не посмотрели? Какую? Фунт, наверное, да? Фунт, золото, что вы еще хотите? Канадца не смогу сегодня посмотреть, говорю сразу. Опять я забыл там скачать для него специально моменты, поэтому не часто просят. Давайте посмотрим, нефти у меня, к сожалению, здесь нету, Татьяна, нефти нету, и я вам не рекомендую, Татьяна, торговать по нефти и даже по золоту. Золото мы с вами обязательно посмотрим, а нефть выносит всех на свете, поэтому там очень сложно зарабатывать, там такие зубры работают по нефти, но, не знаю, там особо ловить такого нечего. Так, давайте с вами, уже тут новый контракт по золоту, с вами его обновим, где его золото видите, вообще нет, смотрю. Вот наш прогноз на прошлой неделе по золоту. Давайте сразу отмечу уровень. Так, где-то пограничный такой. Далее у нас идет, можно отметить вот такой уровень. Ближайшей такой поддержки. Соответственно, переходим на 30 минут. Вот, видите, мой прогноз на прошлой неделе. Не пугайтесь, сейчас я досузить. В принципе, он отработался, но, видите, насколько коряво и золото выносит постоянно стопы в разные стороны. Тут просто кошмар, ужас творится. Что на золото всех распиливают, это даже не знаю, как это назвать. Просто мясорубка, но, в принципе, медленно, но верно. Худо-бедно как-то цена идет. Я в такие линии не верю, но даже более-менее можно так провести, и цена, в принципе, по нему идет. Поэтому вот он был прогноз. В принципе, он отработался. Немного цена еще не дошла к тому уровню, который я видел. То есть 1300. Но, в принципе, туда идет. Будет здесь коррекция какая-то или нет, сказать сейчас очень сложно. Вот, ближайший уровень поддержки именно здесь находится, куда он сейчас сходил. Но вероятность того, что продолжение будет тренда, продолжение движения наверх, очень большая. Очень большая вероятность. Что такое? Опять на золоте вылетает. Сейчас я отключу, не пугайтесь. Сегодня вебинар был. Мне очень радует, почему-то нас. Целый день. Вот, поэтому продолжение движения наверх. Сказать здесь точные, скажем, точки для входа мне очень сложно. Потому что вы видите, насколько бывает разбег. И я никогда новичкам не рекомендую. Просто 2000 пунктов в разные стороны летает. Тут, как и на нефти, делать как бы нечего. Я считаю, что можно как индикатив смотреть. Золото, что да, идет наверх. Значит, вероятность того, что евро прогуляется дальше наверх. Допустим, австралийцы, да, сырьевая валютная пара. У них золото есть определенная неплохая корреляция. Намного больше. Вот, поэтому золото не рекомендую торговать на этой неделе. И, ну, вообще не рекомендую, но на этой неделе особенно, потому что здесь просто жесть. Вероятность того, что пойдет дальше, еще раз говорю, очень велика. Да, то есть я жду, опять же, вот этот уровень объемный 13.10, 13.25. Вот примерно этот уровень. Да, куда-то цена должна худо-бедно прийти, но это может быть вот с такими вертолетами и выносами в разные стороны. Давайте посмотрим фрунта. Рубля у меня здесь нету, говорю сразу. Увы, ах, я его не торгую. И, как бы, там то, что творится, даже не хочу ни анализировать, ни как-то обсуждать. Вот, здесь у нас есть два очень серьезных объемных уровня. Один, по цене можете записать, 1.63.30 и 1.63.57, пускай будет, или 55. Вот по этим уровням цену подхватывали, он выступал таким серьезной поддержкой. Вот, и сейчас цена зашла в очень такой конкретный уровень, объемный, максимальный, да, максимальный уровень. Он у нас находится по 1.40, ой, 1.64.60, 1.64.15. Вот, сейчас цена здесь находится. Давайте включим 30-ти минутку, чтобы было более наглядно. Переходим с 4-х часов на 30-ти минутку и почему-то постоянно вылетает у нас Mitter Trader. Сейчас еще включим. Не любит он что-то. Сейчас, минутку. Даже не минутку, секунду. Так, опять я подключил. Больше не буду ничего тут переключать, потому что что-то вылетает постоянно. В принципе, фунт последний, что мы, я думаю, смотрим уже. Давайте потихонечку задавайте вопросы. Я сейчас пока, по фунту скажу, у нас 10 минут примерно осталось. По фунту был такой прогноз, каюсь и говорю, да, что я его видел вниз. И на самом деле он, в принципе, так же, как и доллар-иена, пошел наверх собирать стопы. Вот здесь зашел до уровня 63.40. Здесь собрали стопы и пошел вниз. В принципе, около 100 пунктов он пролетел. То есть, ну так, грубо говоря, 50% моего прогноза сбылось, потому что я все-таки ставил на то, что они пробьют этот уровень, до него дойдут. Но он немного до него не дошел. Мы видим с вами 15 пунктов и начали набирать позицию. И сейчас он развернулся уже, тренд среднесрочный. И здесь надо признать, что цена идет наверх. А раз цена идет наверх, то что мы с вами будем делать? Правильно, мы с вами будем покупать. Поэтому здесь цена уже подошла к уровню, его пробивает. И у нас с вами предельно простая задача. Если ничего нового я вам не скажу, если цена пробивает этот уровень, за ним закрепляется. Этот уровень, это у нас 64.70, верхняя граница, и 64.25, пускай будет. Если цена пробивает этот уровень и закрепляется выше, то идет движение до следующего уровня, которое у нас нигде находится не в пустоте, а на 1.65.90, 66.15. То есть у нас с вами есть запас хода 150 пунктов. Я думаю, на дороге не валяется. Если мы здесь зайдем, поставим аккуратный стоп в районе тех же 30 пунктов. В принципе, это можно будет сделать. То есть спрятать его за объем, спрятать в объем, то у нас получается 1 к 5. Шикарная точка для входа. Я думаю, в принципе, надо здесь где-то искать, вот выше именно уже этого уровня, когда пробьет уже крепится, нужно искать точку для входа. Все продажи, если какие-то и будут, здесь тоже надо сказать о альтернативном реверсивном сценарии, у нас будет ниже вот этого уровня, на котором я черчу свои непонятные знаки, 1.63.25, 1.63.60, да, пробивает этот уровень. Коррекция к этому уровню обязательная, или даже здесь вероятно, что цена зайдет в этот уровень, или даже его будет вот так пробивать, чтобы набрать позицию больше за счет стопов максимального количества участников. То есть пробой, коррекция с выбиванием стопов, то, что любит фунт, да, вот как он здесь делает постоянно, выбивает стопы. И за счет огромного количества участников потом уход вниз. Это альтернативный сценарий, но для него я отвожу процентов 40 вероятность. Вот большая вероятность все-таки на продолжение тенденции, на продолжение тренда. Вот такой мой посыл сегодня, и в принципе я все вам сказал, то, что хотел. Давайте с вами кратко разберем. По канадцу я сказал, по поводу нефти и золота я также сказал. Нефть вообще не рекомендую торговать. Смотрите, если какие-то есть хитрые вопросы, пожелания, предложения, обязательно пишите вот мне сюда на e-mail. Если что-то я вдруг не успею ответить, что-то проигнорирую, обязательно пишите виталий.сергенко-собака-адмирал-маркетс.ком. Там вы можете меня найти, спросить что-то, и я спокойно отвечу. Чем торгую я? Мои любимые валютные пары на данном этапе, да, я ни в какие там валютные пары не влюбляюсь, ни в какие акции не влюбляюсь. Я торгую то, что сейчас идет, но вообще доллар-иена, австралийц-доллар и кросс-курс евро-австралийц, о котором вы даже не знаете, и никто его не смотрит, но я торгую вот эти валютные пары в основном. Виталий спрашивает, а там, где маркетмейкер закрывает позиции, это и есть зона стоп-аута? Ну, не всегда, но как правило так, да, то есть где выбивают стопы, где он собирает максимальный объем, где ему вероятно набрать его, где у нас размещены стопы, там, конечно, зона стоп-аута. По каким признакам можно распознать, что маркетмейкер закрывает позицию, а не открывает? По тем, что было в контексте, что было до этого движения. Всегда нужно смотреть то, что было вчера, что было на прошлой неделе и на этом контракте. Только по контексту можно определить, что делает маркетмейкер. Никто в будущее заглянуть не может. Виталий, если такие хитрые вопросы, задавайте мне на почту, не стесняйтесь, там можно пообсуждать, если будет время. Сейчас как бы на этом времени нет. Какой основной таймфрейм для анализа? Четыре часа мы смотрим объемные уровни, ядро контракта, дальше переходим на 30-ти минутку, кому-то это час, кому-то 15-ти минутка, смотрите сами, там глядите. Слишком мелкие таймфреймы я не рекомендую. Объем откуда берете, я пропустил начало. Обычки не держи объем. Так, Лекс, напишите мне на почту, которую я уже дал, я вам скажу, откуда я их беру. У меня как бы скридов нет от людей. Так, Евгений, где взять диаграммы? Ну, я уже сказал, где. Пишите мне, я вам отвечу. Отвечу. Так, Юрий, какой индикатор вы используете на графе, кто? Ну, я уже сказал, то есть, который отображает вертикальные объемы, это вертикальные объемы с маркета, с биржи 7, и качаются объемы, раз в 5 секунд обновляются, то есть, и мы имеем нормальные данные, да, которые нам там пытаются пропихнуть в метатрейдере. Так, окей, окей, Евгений. Используется стакан заявок. Нет, стакан я не использую, потому что на рынке Forex абсолютно это ни к чему, потому что каждая следующая цена, она максимально близкая, и нет никакого разрыва, нам эти объемы ничего не скажут. Что вы видите в стакане, то вы видите только... Нет, нет, я не использую стакан. Он нужен только для скальпинга в основном. Вот, для торговли на средние сроки, ну, 3 дня абсолютно для стакана места нет. Так что без стакана все торгуем. Стакан не для трейдера. Ну, кто-то, вот, в плане того, что Виталий спрашивает, так что тиковый объем вообще ничего не дает, или что-нибудь дает. Мое мнение, что абсолютно ничего не дает. Есть апологеты и те, кто защищает, и говорят, что тиковый объем, он решает все, и от того, сколько раз ты надернулся в разные стороны, что-то там зависит, и тоже можно узнать, что делает маркетмейкер. Я к этому, ну, достаточно так скромно и эскетически отношусь, вот, и лично я полагаюсь именно на объемы, которые я получаю с биржи. Пока вы там задаете еще пару вопросов, хотел прочитать из кинофильма «Джобс империя соблазна» и, соответственно, из книжки интересную фразу. Заниматься нужно тем, к чему вы относитесь с энтузиазмом. В противном случае вам никогда не хватит сил, чтобы довести дело до конца. Фраза очень классно относится к трейдингу биржи, потому что здесь нужна адекватность, работоспособность и упорство по-настоящему. Потому что если вы будете хвататься, то что-то у вас будет не получаться, вы будете убегать, швыряя это, а, там, это ерунда, объемы не работают, ой, этот индикатор не работает, теханализ не работает, там, полторы недели посидел, швырнул там какую-то систему, над которой я работал какое-то время, и пошел дальше. То есть это не годится, это признак новичка, признак того трейдера, который потерпит рано или поздно неудачу. То есть нужно брать какую-то систему, с ней работать, копать, делать какие-то паттерны, анализировать и уже ее применять. Поэтому доводите дело до конца и не бросайте то, что начали. Здесь нужно упорство. Как всегда, мое наставление, всегда используйте стопы в своей торговле и никогда не держитесь за обыточную позицию, за надежды. За 7 лет в трейдинге я видел тысячи трейдеров, 95% из них торговали без стопов, 95% из них ушли с рынка. Торгуют 5%, которые используют стопы, у них получается, они, по крайней мере, не сливают, либо потихоньку зарабатывают, либо зарабатывают очень много. Те, кто работают без стопов, они сидят в замках, в усреднениях, в мартингейлах, в вечной проблеме, от них уходят жены, их кидают банки, в которых они взяли кредиты, потому что они верили в свой мартингейл. Поэтому я вам этого делать не советую. Вот еще раз мои координаты, федеральный номер телефона, мой e-mail, напоминание, как меня зовут. Да, колоссальная занятость, поэтому по телефону желательно не звонить, чтобы время не отнимать. Пишите мне лучше на e-mail. Вот он еще раз, можете копировать и написать, будет настроение. Отвечу. Так. Евгений, хороший вопрос. Собираетесь ли вы организовывать офисы для трейдеров? У меня такая цель есть, но сейчас я набираю вот группы, обучаю людей, и потом они, те, кто торгуют по моей системе, я вижу их адекватность, то они могут получить деньги в управление. Вот мы с ними открываем счета, аналоги PAM счетов, наши PAM счета, и они показывают какую-то доходность, и потом, то есть, в этом направлении ведется очень серьезная работа. Виталий, некоторые полагают, что тиковый объем какой-то, ну, как-то коррелирует. Ну, вот у некоторых и спрашиваете, я не знаю. То есть, если они полагаются, ну, пусть и полагают. Много зарабатывает нереально, 7-10% от депо. Те, кто делает 7-10% от депо, от депо каждый месяц, это шоколад, и на самом деле, это очень хорошая цель. 7-10%, это 100-120 годовых, это очень круто. Если мы это делаем на любые деньги, делаем стабильно, без эмоций, это очень круто. Если вы покажете такой результат, даже на протяжении трех месяцев, то для вас можно будет найти деньги в управлении. Примерно 9-10 раз больше, чем у вас есть. Вот скажу вам так. Напишите мне на почту, если у вас есть такое желание. А запись, у кого можно попросить, Светлана, напишите мне, будет хорошее настроение, и будет возможность, я обязательно постараюсь пролоббировать этот момент, и чтобы видеозапись появилась на YouTube-канале, либо у нас в разделе. Запись будет, Евгений, не огорчайся. Евгений, ну, в основном, лично, что касается меня, да, я хочу знать, как человек торгует, а мне надо, чтобы он торговал, как я. То есть мне не надо его какие-то непонятные системы. Но если он мне докажет, что вот у меня есть стейт, причем вот я так хорошо торгую, и у меня нормальная доходность, мне опять же надо взглянуть на стейт буквально там минуту, чтобы я понял, адекватный человек или нет. Потянет он сумму в 10 раз больше, или он уйдет с рынка через месяц. Евгений, ну, напишите мне на почту, с вами пообщаемся, если 30-70% достигается только за счет плеча, больше не за счет чего. То есть не надо мне рассказывать эти истории. 30-70% без плеча не достигается, а где плечи, там огромный риск, который инвесторам не понравится. Нужен минимальный риск и нормальная доходность. Ссылку на YouTube наберите в YouTube AdmiralMarkets.ru и вам будет YouTube. Хорошо, ребята, уже затянули. В общем, в принципе, все остальные вопросы, будет желание, настроение пообщаться, спросить, где что берется, пройти у меня обучение, записаться в группу, помочь мне чем-то, словом ли делом, или попросить у меня о помощи, если у меня будет время, я обязательно вам помогу. Поэтому вот мой e-mail, вот напоминание, как меня зовут, вот федеральный номер телефона, если кому-то прям очень нужно будет, но не обещаю, что будет время. Всем спасибо, торгуйте по тренду, приходите на мой следующий вебинар. Также мастер-класс и семинар будут в ближайшую субботу в Нижнем Новгороде. Я еду в турне по России, почти как Филипп Киркоров, вот поэтому первый город, это Нижний Новгород, будем там с нижегородскими трейдерами проводить семинар, потом мастер-класс, общаться и может быть что-то полезное. Из этого они извлекут, и я извлеку для себя, и для компании, конечно же. Вот, все молодцы, приходите на мои вебинары, семинары, пишите, звоните, давайте будем общаться и зарабатывать вместе. Всего доброго, всем успехов! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин